всем доброго времени суток и всех приветствую на своем канале и сегодня я с вами хочу поделиться своей новой работой вчера буквально за день связала и если кто хочет мастер-класс пошаговый мастер-класс как вязать вот такого зайку обязательно для вас свяжу мне очень понравилось вязать такого зайку это на подарок вязала я быстро начала вязать вчера буквально где-то 11 30 утра и к десяти вечера закончена ну то есть я не вязала беспрерывно там были у меня обедичные перерывы и так далее в общем вот так вот связала вязала и крючком 4 миллиметра можно его связать поменьше если вязать крючком поменьше у меня здесь получился небольшой ассидент то есть как бы не выраженный выглядят не заметит но провести нам может присмотреться в чем проблемка я перепутала немножко пряжи белые получается мне здесь два качества пряжи сразу не видно я вязала из того чтобы вот конечно же зайка посмотрелся более миленько если бы вы более такого розовой расцветки нежной но у меня такого не было и в мексике если приобретать то есть в рознь покупать очень дорого так пакетами то есть заради одну зайку на подарок на держание девочки пять лет покупать два пакета новой пряжи было бы не очень удобно поэтому у меня было красная вот у меня вот это вот красная пряжа этого луту итальянская пряжа она очень подходит для вязания именно игрушек но не для одежды потому что для одежды на будет сыпаться а для игрушек нормально а вот пряжа ализе я думаю что вы узнали ализе суфти плюс турецкая и у меня получается было немножечко моток у меня был вот вот это вот одно ухо у меня получается из вот этой вот пряжа итальянская а другое ухо из ализе шки ну то есть принципе обычно человек не заметит но немножечко есть получается чем отличается ализе она более такая вот лохматая а это более гладенькая но мне больше нравится в луту потому что она сейчас вам покажу ниточку вот мне остаток остался так оставим зайку смотрите сначала покажу вам зайчику такую вот вот он сзади хвостик юбочка а получается в принципе нужно по расходу мне ушло все равно меньше пряжи но я не знал сколько уйдет вот примерно нужно чтобы был моточек белой бума точек вот такой красненько но мне белое бы не хватило видите я связала ухо белое потом у меня закончилась пряжа получается я начала моточки рядом лежали и они были без эти китки я решила начать не с новых мотков а уже с начатых и получается что не хватило на на остального зэка только на одного уха вот ножки из этой пряжи ручки белая из валута и одно ухо а вот это вот уже ализе пошло и красная тоже будет она в принципе не особо существенно и голова ту железы нет я не думаю что сильно отличается да но это то что я знаю смотрите я сейчас вам покажу пряжу вот значит вот пряжа вылут там вот пряжа вылуту красная и белая тактина остатки не выбрасывай никогда от эти остаточки я их сматываю в моточкой потом иногда пригождается что-то где-то не хватает маленького кусочек а всегда можно там на хвостик на ушках всегда хоть и смотрите видите она вся такая вот круглая вязать очень удобно и кстати петли очень хорошо видны когда вяжешь что не ошибешься в ализе шки в петли как бы я всегда на палец вот так вот прощупываю чтобы попасть в петлю чтобы не связать больше или меньше вот видите это вылутом для вязания каких-либо изделий ну я не знаю я не рекомендую но чересчур кончик когда обрезаешь кончик он видите вот так вот высыпается но ничего страшного лизышки принципе так что мы на лизышка меньше вот и за лизышки можно вязать и одежду а вот смотрите а вот уже ниточка лизы видите чем она отличается тут видно вот набор если вот вы луту этикетку сейчас не надо покупала давно на пробу покупала я ни разу не вязала это вылута просто купила на пробу два матка мне было красная синяя и белая и вот красный у меня было практически не начатое поэтому хватило на зайку а белая что-то там не делал не помню уже вы смотрите для игрушек я когда буду вязать мастер-класс и не следующие я хочу вязать свелута и поэтому покажу вам этикетку вы смотрите ниточка лизышки она видите вот на половину пушистая но когда вяжешь не видно и лохматость повышенная такая поэтому не видно петель для амигуруми немножечко сложно для вязания спицами вот это вот ализышка классно подходит для для одежды детских вещей на такая более мягкая были такая лохматенькая создает эффект эффект такой вот вельветовой а вот вылута для одежды не подходит она такая более толстая получается из-за того что она полностью пушистая но отлично подходит для вязания игрушек потому что очень хорошо видны петли и вы и когда видны петли даже если вязать толстым крючком то не видно получается вот этих вот соединения все плотненько получается а в ализешки со временем она даже если мы она пушистая но все равно мы когда вяжем то плотным крючком все но где-то какие-то просветы могут видны и правильно быть а в вылута прочистки нет от того что на полностью пушистая поэтому вот такая вот разница вот такой вот путаницу сделано вязала очень быстро не обратила внимание тоже потом когда у меня закончился моток и начала искать следующий моток и потом господи у меня же оказывается его нет у меня есть ализешка ализешка мне много целая пачка вот носик у меня не было носика прицепного я его и вышила ну мне кажется так даже милее да смотрится бровки не знаю может быть бровки какие-то не такие как на фотографии кстати я вязала по одной схемке которая неправильная вообще была в интернете нашла схемку на фотографии один зайка а в реале он получается по размерам совсем другой хотя в описании там написано было что вязали крючком таким-то а зайка на фотографии у них там в ладошку помещается ну то есть какой-то обман то есть схема неправильная но как бы если вы уже умеете вязать вы уже можете понять а здесь нужно продолжать так они так как там написано парочка таких опечаточек если будет вязать совсем начинающий мастер он посмотришь что тут не склеивается и не будет дальше вязать бросить и все и больше не будут возвращаться к вязанию а если мастер уже вязал уже понимает что здесь все таки ошибка и нужно немножечко по-своему связать то ничего страшного поэтому очень удобно всегда когда есть какие-то мастер-классы правильно поэтому если вы хотите связать только зайку чтобы я зря не старалась обязательно ставьте мне комментарии если комментарии будет много тогда свяжу зайку дал меня расцветка получился новогодний ну в принципе сейчас предновогодние такие вот дни и поэтому я мужу показал ему нравится у меня все но как бы цветах не разбирается у него немножко такая цветовая различаемость болезни будет назвать слух он может услышать в другой комнате вот поэтому для него у зайка у нас вместо красного в кофейных расцветках ему все равно для девочки пять лет какой-то такой вот память чтобы было я думаю что нормально я хочу еще одного зайка связать какой-нибудь такой вот нежной расцветки что пачка была нежно-розовая и или нежно-голубое вот мне просто пряж не было приобрету обязательно свяжу мастер-класс еще такой вот так что вы такого зайчика оценивайте люди как вам нравится зайка красивый получился видите благодаря хвостика он может сидеть ведь хвостик только вот у нас получился и его тушки назад он может сидеть ушки можно вперед кстати если хорошо расположить ножки вот так вот можно даже как-то его еще чтобы он и стоял в принципе нам не надо чтобы он стоял если он будет съесть вот так вот на зайку зовут софия на ушки ушло много кстати пряжи да вот такой вот классный классный зайка мне так он нравится такой классный я же сама бы если мне такого зайку подарили я бы оценила хоть я раньше не любила вязаные игрушки но с появлением такой вот интересной современной пряжки игрушки стали в кайф да говорит такая милота если бы мне подарили бы такую зайку я бы была бы довольна но так как я могу его связать это у меня дарить не надо ссылочку на мастер-класс который я нашла в интернете ну то есть описание по которому я вязала я оставлю если хотите можете помучиться если не хотите вязать по чужому мастер-классу ну то есть по схеме я для вас делаю мастер-класс если нет вяжите по ссылочке всем спасибо всем пока всем хорошего дня